Вот мой спасатель. Ключу нагрею. Батарея. Уже неделю Вера Антоновна вместо грелки в постель использует утюг. От обогревателя она отказалась. Электричество потребляет много, а тепло все равно не удержать. По квартирам бесконечно снуют строители. Я знаю, что обрезали их за один день, за 15 минут. Все убрали. Ну и все. И так сидели мы без батареи. Ну тогда было еще тепло, а сейчас холодно. Пенсионеры, говорят, уже смирились. Хуже всего семьям с детьми. И хорошо, если есть школьники. Пока 9-летний сын в тепле на уроках, мама Юлия Бондарейко сама ходит по дому в куртке. Здесь в квартире одну батарею строители установить успели. Только вот потекла она при первом же пуске воды. В спальне по-прежнему вместо труб дыры в полу и потолке. Ну вот как жить в таких подсобных помещениях? У меня ребенок уже два раза болел. Я сама с температурой. С температурой вот это, то, что вода отлилась, холод собачий. Убирай все это. Люди, говорят, устали от жизни на военном положении и от споров со строителями. Это уже как ежедневный ритуал. Многие сомневаются, а нужно ли было вообще менять батареи. Ведь проблем с отоплением, уверяют, никогда не было. И начинать капитальный ремонт наверняка нужно было с другого. Можно по утеплению, по укреплению фасада, внешний вид, не знаю, как там в отношении крыши. А если внутреннюю часть, то только штукатурка, побелка, покраска. Строители разводят руками. Говорят, делают, что могут. И так работают сверхурочно, до 10 вечера и без выходных. Наверствуют упущенное. Срок – неделя. Говорят, стали заложниками ситуации. Поздно получили задание. И поставщик Минский завод отопительного оборудования подвел. Мы планировали получить батареи в 20-х числах, как обещал нам завод. За это и 20 примерно дней на монтаж батареи. Поэтому к отопительному сезону мы вполне успевали. На заводе своя программа, у них свой график. Поэтому марка радиатора, которая нам необходима была, она пока не производилась. Завод наш приступил к производству данных радиаторов к концу прошлой недели. По срокам не оставили времени на непредвиденное, признаются в Слонимском райисполкоме. Проект капитального ремонта этого дома появился еще в 2015 году. Но работы откладывали, не хватало средств. Через два года пришлось план корректировать. Пока бумага ходила по инстанциям, наступило 1 августа. Подрядчик не успел вложиться в оговоренные даты. Но сейчас дело уже не в сроках на бумаге, а реально наступивших холодах. Конечно, нельзя складывать вину на кого-то, на Минский завод отопительного оборудования. Есть в этом вина и подрядчика, что не своевременно информировал исполком. Людям было предложено о том, что они могут устанавливать или электрообогреватели, или тепловентиляторы. И все затраты по потребленной электроэнергии, которая пойдет на отопление их квартир, на себя возьмет подрядная организация. Специалисты обещают, в субботу, максимум в воскресенье, все батареи будут на своих местах. И люди, наконец, смогут согреться в квартирах. Но окончательно строители уйдут из двора на Черняховского только в середине ноября, когда установят новые балконы и облагородят фасад. Жители надеются, что все обещания сбудутся. Иначе из квартир надо будет просто выезжать, не дожидая заморозков. Надежда Завиновская, Александр Божуков. Наши новости. Гродненская область.